просто как невидимый элемент практически все что относится к дому и к юаю тестируется подобным и прочим потому что все что в доме происходит это происходит добавление в какой-то control какого-то значения и после этого какой-то триггер ну происходит какой-то ивент где-то есть листинер который это слушает оценивает что это за ивент потом делает уже все остальное вот для меня это вот если вернуться к началу моего рассказа мне казалось что это очень-очень сложно окажется что же с помощью там банального там триггера можно перевернуть в себе все буквально все что ты хочешь ну да то есть этот шик варик приложение то она будет работать как боновском вы может быть правы потому что как бы я все всего не знаю но у нас джек варикс как боновское приложение в котором бакбоновские вьюхи и через декларативную бакбоновскую подписку это все делается триггаем джек варии методом триггер и работы вот поэтому ну и бакбон внутри себя не за и джек варии ивентов это точно поэтому здесь я вот с вами с вами не соглашусь потому что ну как бы но она срабатывает вопросы по этой части какие-то кто-то подобное что-то делает у себя на работе а вот на тэпи баре в котором тэпи баре что что? тэпи баре делаем на тэпи баре тэпи баре тэпи баре тэпи баре запускается джек браузера на север это загоняется в сосреда там вот это все крутится там уже реально можно тренировать тэпи баре да это функциональные это функциональные такие тесты мы тоже делаем но это не а это как бы это ну можно сказать немножко это интеграционные тесты все равно мы это пишем как 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 юнит тесты вот когда вьюшки наши тестируем наши виджеты тестируем что-то про эмулировать в доме что-то происходит как правило у вьюх тестируется три аспекта это то первое как они изначально себя рендерят потом второе если меняется значение в доме пропагаетится ли она правильно в модель и третье если меняется модель правильно ли меняется вьюх в нашем случае модель это вот этот список тату тасков мы первое что мы проверили мы меняем дом и проверили что поменялось модель аналогичным образом просто этот как бы кейс это не поддержит может меняться модель и то с должен поменяться дом такие фреймворки как нокаут это решают из коробки поэтому это тестировать если у вас нокаут используется на фронтенде я бы на этот тест и не писал потому что вы перетестируете то что уже как бы за вас написано но если у вас чистое jQuery приложение или даже бэкбон приложение что в бэкбоне такого нет мы это тестируем потому что закрадываются ошибки там еще там еще да 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 всегда есть что-то круче того что что-то было раньше если сравнивать по либам и по фрейморкам всегда так будет через пару лет и ангуляр там у него что-то какая-то крови давай серёга говори а вы каверич меряете? не меряем это бесполезная а пробовали? пробовали пробовали юзали jsc cover ну посмотрели ну какие-то проценты вон церковь вон церковь 0 да а вот автомате то есть организация репозитория тестов расскажешь вам покажу сейчас вот мой рабочий проект ну как бы организовывайте как вам удобно это самое главное правило я покажу как организовываем мы у нас есть специальная папочка статьи то есть на самом деле как бы когда приложение выкидывается в продакшн все что в статике есть оно там минифицируется компресится там бла 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 этой структуры реально на сервере не существует но структура примерно такая есть src это весь исходный код нашего приложения тут ну у нас бэкбон поэтому мы разбиваем согласно бэкбоновской правилам структуры организации у нас есть такая концепция как application такая концепция как модель такая концепция как view вот собственно говоря так оно есть и рядом с папочкой static есть папочка tests здесь вот немножечко как бы по историческим причинам разные как бы есть под папочки но вот внутри него есть опять же как наше приложение бьется на разные есть там sales тесты на модель тесты на view тесты на workflow примерно вот так но как как удобно так и так и держите их у себя да очень простой ну по двум причинам типа почитали про него и подумали что очень простой и рано или поздно типа во что-то воткнемся и нужно будет переписывать это раз а второе что практически все в команде уже работали jQuery template а что использует а окей 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 и как то мы даже underscore декор темплейтинг ну не рассматривая ну не рассматривая то есть пальцы я только хочу добавить на самом деле underscore template это тот самый декор 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 да наверно для нас декори темплейт хорошо работает хотя типа начал отмирать чуть-чуть проект смотрим в сторону мусташа handlebars и чего-то еще но как бы good enough и поэтому как бы не трогаем давайте ребят поехали дальше а то там еще должен быть доклад application содержит пример jasmine а, jasmine там нет тестов вот к сожалению там имплементация есть на всяческих фреймворках но тестов нет кстати хорошее кто там на гитхабе висит хороший contribution на туду mbc это заимплементить им какие-то тесты чтоб люди еще и тесты смотрели это классная идея этот stack trace его все-таки как то наверно можно использовать может быть во время выполнения тестов будут какие то эксенпшены и он нам вот этот stack trace показывает эксенпшен да, stack trace не такой страшный почему здесь вот что там checkbox на тестовое строительство запустите тест пожалуйста если можно что я буду сейчас чтобы что-то упало не нельзя я просто видел в другом месте там наверное более позднее там какая-то галочка try catch что-то такое а, да, может это в moky? не-не, в этом именно в тест мини но у нас последняя окей может но у меня вроде как бы тоже не самое последнее должно быть мой да, еще вопрос скажите а тестирование драга да? тестирование чего? драга а, ну, как бы, пожалуйста то есть это точно такой же дом ивент как и другие а то есть как? иммунируем мобилевое ну, исключение то есть как? честно скажу не писал но, теоретически я бы это делал так триггер точно такой же ивент типа драг in, драг out а вот они же там разные еще есть и через аргументы этого ивенту у меня kia поэтому я его инициализировал в bitch потому что там идет а предполагаю что драги предполучают позиции куда что-то перетянулось или id элемента на который что-то дропается что-то в таком духе но это программно можно реализовать я практически вот на сто процентов уверен то есть не должно быть проблем что у вас workflow покажу но это workflow не framework workflow у нас приложение invoicing и invoice проходит в некоторой стадии своего существования состояние draft он переходит в состояние finalized и состояние finalized он там вот он остается в состоянии finalized но перед этим он там верифицируется и бла-бла-бла вот у нас для этого сделано свой как бы framework workflow framework который это имплемент ну как бы вот такая это не часть байкона не часть никакого фреймворка это чисто вот такая наша наша кухня которую я про которую ну особо ничего рассказывать это грубо говоря это обычный я это делал workflow с таким тоже с титти упором чтобы он удобно тестировался элементы workflow это функции а есть замечательная либо в javascript под названием async которая позволяет функции группировать в логические и правильно исполняемые структуры одну за другой async.js и ну это про это можно на перерыве потому что к докладу не относится но это очень классная вещь мой кейспай опять же в javascript динамический язык и это делает его для ttd ну просто замечательным потому что те проблемы которые мы имеем ну как проблемы те эту специфику которую мы имеем в статически типизируемых языках там в java в c-sharp и так далее в javascript те гораздо проще решать нет никаких интерфейсов нет никаких классов любому объекту можно добавить метод который вам нужно и протестить напротив него Defendency Injection опять же там и всякие такие штуки они гораздо гораздо упрощаются тем не менее порой нужно когда мы у нас какой-то существует объект следить за ним то есть вызывается ли у него определенный метод или нет и вызывается или нет с каким-либо аргументом для этого в javascript мини есть специальные средства под названием спай опять же если вернуться к тому что я говорил в начале доклада в мойке ничего нет то есть мока чисто вот такой вот тестовый запуск и все поэтому если вы тесты собираетесь писать на мойке то моя рекомендация посмотреть на спай фреймворк под названием sign on вот он практически то же самое что взяли чуваки заимплементили в jasmine вот но покажу просто как бы вот пример опять же с этим вот to-do to-do менеджером то есть давайте предположим здесь хотя мы вот протестили всю вот эту вот нашу штуку но предположим мы по каким то причинам у нас сложный контрол и мы хотим проверить что когда вот это вот вся штука там происходит когда идёт этот ивент что нас интересует сам факт того что контрол себя перерисовывает после того как произошло изменение то есть то что он себя перерисовывает это означает что метод рендер у него вызывается метод рендер у этого аппликейшена у него он есть вот как можно это сделать Вот, мы можем сказать, давайте напишем сначала Act, Should Call Render Method. Вот, для этого как раз служит в Jasmine такая удобная штука под названием Spy. Я могу сказать, что Spy, он, передаю объект, который я собираюсь, собственно говоря, наблюдать за которым, и передаю метод, за которым я хочу наблюдать, и говорю, что это метод Render. Сейчас надо проверить, это Render или нет. Окей, и что я хочу протестировать? Я хочу протестировать, что App Render Do Have Been Called. Здесь Do Have Been Called. Я запускаю, и у меня все бахает. У меня все бахает. И самое интересное, вот этот тест проходит, а остальные не проходят, а вот эти два не проходят. Причина очень простая. Когда я вот здесь вот заспайл на вот этом вот объекте, Spy Framework подменил эту функцию заглушкой своей динамической, в которой он трекает, кто меня вызывает, с какими аргументами и бла-бла-бла. Если нам, если мы следим за состоянием нашего объекта, и при этом нам важно, чтобы само поведение как бы оставалось, то у Spy Framework есть такая штука, и я всегда забываю, как она называется. Блин, я забыл, как она называется, и забыл свою шпаргалку дома. Потому что здесь такие сложные английские слова. А кто использует еще? Никто мне не подскажет? И интернета нет. Погуглить, а там открылась уже страничка? Нет, это Spy Framework. Блин, мне хочется время так платить. Ой, я сейчас какой-то открою снова. Да, все нормально. Надо с Call Through и все. Как? А просто не Call, а Call Up. А, and Call Through. Стой. Блин. Ее. У Spy Framework всячески Call Through самый простой случай, когда нам какое поведение у объекта оригинально есть, такое мы и сохраняем. Ну, это очень частый случай. А иногда нам нужно, например, этот рендер пойдет, и там Ajax вызов сделает. Не хотим, чтобы это в тестах было. Мы можем заменить его собственной функцией, просто узнать факт ее вызова, нам это важно в тестах, и все. И тогда, ну, там набор extension таких вот функций для этих Spy, которых можно менять, собственно говоря, ее поведение. Да, фактически это спай. Вот этот Spy, он, собственно говоря, служит средством для того, чтобы следить, что с объектом происходит. Раз. И мокать два. Вот. То есть, ну, у меня поэтому там в слайде даже типа спай и слэш-мок, оно как бы вот в джава-скрипте и с помощью вот спай-кона внутри Джазмина, оно под одним, под одной концепцией, как бы вот так вот ведет. То есть, если у вас есть объект, у которого вы хотите изменить его поведение, вы делаете на него спай, и вот этим спай-кон на какой-то, на какой-то его метод, его можно, этот метод, замок заменить. Как я сказал, в Джазмини есть свои, ну, свои встроенные средства по спайу, в МОКе, да, есть такая штука, как Сайнон. В принципе, мы тоже ее используем и нравится. Так, в блоке. Вот. Значит, давайте уже последний, такая важный момент. Это тестирование Ajax Dependent кода. Когда у всех, наверное, если у вас много фронт-энда, у вас, скорее всего, есть код что-то типа... Что-то типа такого. Есть что-то типа такого. Есть какая-то функция, которая делает jQuery Ajax Get на какой-то там REST метод. От этого REST метода получает какой-то респонс и там структуру данных какими-то там штуками наполняет. В данном случае продуктами. Наверняка такое есть. Тем более, когда типа пишется без тестов, jQuery никак не абстрагируется. Вот не так, как это происходит в Белгоне или где-то еще. Вот. Я уже код не буду писать непосредственно. Я покажу очень важную, ну, замечательную фичу Jasmine. А именно... Вот пицца подходит, я уже буду закругляться. А именно Ajax Mox. Вот такой вот незамысловатой функцией мы перекрываем возможность из тестов, из тестовых, из объектов, которые мы создаем в тесте, вообще теоретически обратиться на сервер. То есть вот этот вот Jasmine Ajax UseMock грубо говоря, мокает jQuery Ajax метод. И все остальное он следит за тем, кто его вызывает. И мы имеем возможность подменить, ну, подменить респонс, который возвращается с сервака. То есть если мы хотим протестить вот этот вот простой там виджет, ну, который не совсем виджет, он ничего на экране не делает, но мы хотим узнать, что когда наше приложение вот здесь вот поднялось, оно сделает реквест на сервер за данными первоначальными, и после этого в какую-то свою структуру, в продакт, в список это все положит. Это очень просто можно написать вот такими вот тестами. Мы делаем первый before-each, в котором мы подготавливаем payload для Mocka. То есть мы говорим, что у нас вот есть products, это вот такой вот список, буквально здесь пишем как бы совершенно живой jQuery объект, и мы готовим response, как будто бы это реально HTTP response. Мы говорим, что status 200 и response text через JSON stringify, вот такая вот штука. Когда происходит инициализация нашего приложения, мы говорим, что дай-ка, пожалуйста, нам самый последний аджекс реквест, который был. И мы говорим, что для этого аджекс реквеста, который случился, респонс у него будет вот такой, который мы подготовили вот здесь. Как только я сделал вот эту вот штуку, у меня автоматически здесь срабатывает вот этот вот callback, я получаю response, получаю вот эти продукты и сюда добавляю. То есть я сейчас запущу эти тесты, чтобы опять же показать, что они работают. ход мысли очень-очень простой. У вас внутри вашего приложения есть обращение к JSON. Это предопределённая структура к нодексу и респонсу. Это свой элемент. Вот этот вот? Да. Ну, это то, что мы готовим, мы мокаем респонс от сервера. Я обращаюсь на API products и ожидаю, что мне в качестве респонса будет возвращён JSON в JSON с такими-то продуктами. Вот я и подготавливаю этот объект. Я говорю, что у меня есть респонс, у него статус 200, что он окей, то есть отработал там на сервере нормально. И респонс текст у него, вот этот вот JSON объект, который я подготовил в тесте. Но здесь можно реально написать. Смотрите. Ой, это неприличное слово какое-то получилось. Вот так. А так гораздо лучше. А так гораздо лучше. И всё бахнет. Потому что сейчас бахает оно здесь, потому что здесь он ожидает типа продукты, ой, ну вот здесь вот, и по ним делает порыч, а у нас там приходит... Если оно анализирует вот эту, как бы, последнюю часть углов, как яблый, так... Нет, происходит ещё проще. Мы просто берём последний выполненный Ajax request. Когда мы будем выполнены. Что-что? Когда мы будем выполнены. Ну, смотрите, вот здесь вот я вызываю init, правильно? Активирует. Что-что? Активирует. Вот здесь вот происходит вызов Ajax geta. Вот здесь вот мы берём этот вызов. Это как promise. Вот если вот jquery, вы jquery promise'ами работали, это отложенные вызовы, так называемые. А я просто... Мы берём этот отложенный вызов в руки и говорим, что для этого отложенного вызова респонс вот такой. Как только я этот респонс сюда зафигачил, у меня вот этот вот, этот колдбэк вызовется. То есть, вот этим вот used mock'ом глобальным, то есть на то он и фреймворк, он за нас делает большую часть работы, он это умно очень делает. Он запомнил вот этот вот мой колдбэк, потому что он реально мокал эту функцию. И когда для него есть готовый респонс, он его взял и вызвал мой колдбэк. И вот этот код внутри этой функции сработал. И поэтому, когда у меня вот этот вот пит вызвался, вот здесь видите, я осёрчусь, что внутри аппликейшена уже два продукта есть. Два продукта есть. Аналогично мокается любой посты, кеты, делиты, точно так же через этот mock'a.jax реально очень удобное средство. И вот, как я говорил, мы в старом проекте вот недооценили эту сложность не моканье сервера. И очень сложно было тесты поддерживать. И постоянно там краснели по каким-то своим причинам. Сейчас мы на глобальном уровне сразу мокаем от jax. И если кому-то нужно его переопределять, то это очень легко через jasmin делается. Про эти сервисы какая-то функция, от которой два адреса разрешивается? Там всё это можно делать, им можно выстраивать цепочки, как они реально происходят, и в последовательности, как они должны возвращаться, их точно так же возвращать. Most recent call это самый простой способ mock'a.jax. Есть у него ещё более от вас сайты? Если шумается сиэр. А? Если шумается сиэр, то это сервер на сиэр. Ну, на серверный код надо тесты писать свои. Какая-то, если шоколер. Да давай, я уже дорасскажу. Пять минут осталось. Пять минут. Последняя штука из практических вещей, которая мне показалась суперудобной. Опять же, кто в джаве привык к тому, что, знаете, есть такая замечательная штука под названием Uncrunch. Пацаны, поднимай руки, кто из-за этого Uncrunch. Uncrunch супер. Мы пишем код, не сохраняем его даже. Он тестируется постоянно. Мы где-то что-то, ошибочку внесли, он перезапустился, тестовый палец. Ранее, система раннего оповещения. Мне этого очень сильно в JavaScript не хватало, и тут я нашёл для себя очень классную штуку, хочу с вами поделиться. Есть такой плагин под названием Libreload, он ставится в Chrome и вот так вот запускается. И он работает в... Он ставится как плагинчик в Sublim. И поэтому, смотрите, я тут чего-то пишу. У него бывают глюки, сейчас я попробую это перезапустить. на... по какой-то непонятной причине все поломалось? опять все поломалось. Все бьется и тесты. Блин, ну ладно. Не буду затягивать, но не знаю даже почему. Короче говоря, это такая штука, она в Sublim, там он стартует в сокет сервер, а Chrome к нему коннектится и слушает его. Когда что-то происходит с каким-то файлом, он туда шлёт команду, и Libreload перегружает Chrome. Если у вас два моника там на одном Sublim, на одном Chrome, вы пишете флот, просто сохраняете его и Libreload его перезапускает. Очень удобно. Конечно, это не им кранч или что-то либо ещё, но хотя бы какое-то подобие подобие этих вещей можно с JavaScript сделать. Плагином Sublim ставится. Да, он ставится. Но есть плагины и к Eclipse, и как всему на свете. В общем, есть плагин к Chrome. Плагин к Chrome. Это как бы клиент его. И плагин к IDE. это там как Safari. И к Firefox. Если это не JackQuery, если это не JackQuery, или тогда ручка. Да, если это не... Да, потому что он, по-моему, вешается на сам XHR объект. Да, если даже это не JackQuery, то тоже должно работать. Окей, всё, последние два слова. Не бойтесь JavaScript-юнитестирования, это всё как бы классно работает. BabySteps, начинайте там с самых простых экзамплов. Game of Life, Spring калькулятор, бла-бла-бла. Опять же, и использование MV-Star фреймворков, Backbone, Knockout и прочее облегчает юнит-тестирование образы. Мы тестируем Backbone-овские view, и это гораздо проще, чем тестировать такой вот полный JackQuery Quotes. Это тоже... Да, и тем более про это будет следующий доклад. Спасибо всем за внимание, надеюсь, было полезно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас есть... Давайте начнём с 9-10, пока очередной классик подключится, прибыль не может... мил